Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовая независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 58 миллионов рублей. И его можно увидеть здесь на канале еженедельно. Сегодня будет короткий выпуск по событиям на нефтяном рынке. И про то, как они повлияют на силу российского рубля. Будет ли девальвация? Поехали. Смотрим график нефти Brent. На графике очевидно резкое снижение цены бочки. Причину такой ценовой динамики несколько. Прежде всего стоит сказать о банковском кризисе в США и в Евросоюзе. Да, и он тоже, этот кризис косвенно повлиял на цену бочки. В периоды банковских кризисов сильно возрастает необходимость в ликвидности. И многие инвесторы стараются покинуть активы с повышенным риском. Некоторые перекладываются в более надежные. Поэтому продавали в том числе и нефть. Кроме того, статистика показывает, что после ковидное восстановление Китая идет сейчас довольно слабыми темпами. Никакого ожидаемого резкого спроса на нефть со стороны Китая сейчас нет. Да и явно повысившаяся вероятность глобальной рецессии естественным образом давит на нефтяной спрос. Это основные причины. Нет большого смысла смотреть сейчас на запасы нефти и так далее. Вот, все перечисленное является серьезными причинами для ускорения ослабления рубля. Наверняка так и может случиться. Но большинство вышеописанных факторов могут иметь временный характер. Будет совершенно неудивительно, если банковский кризис быстро завершится. Не обязательно именно так и произойдет, но я не удивлюсь скорому его завершению. А Китай вполне может постепенно набрать восстановительные обороты. Следовательно, силы влияния происходящих сейчас событий на курсы валют, на силу рубля, будет напрямую зависеть от того, как долго и динамично будут действовать все эти ослабляющие рубль курсообразующие факторы. Если долго и уверенно негативно, то и рубль стартанет ослабляться. В моменте или даже на несколько дней можем увидеть и выше 80. На эмоциях такие скачки бывают, это теперь уже почти нормально. Я пока не готов прогнозировать окончание банковского кризиса в США и Европе, но восстановление Китая с большой вероятностью продолжится. Кроме того, Россия уже заявила, что снизит объемы добычи нефти и газа, а это уже повышательная риторика для нефтяных цен. Также интересно заявление от саудитов, которые пообещали снизить объемы добычи, если их попытаются нагнуть потолками цен. Так что если страсти вокруг банковского кризиса и глобальной рецессии улягутся, то и валютный рынок быстро успокоится у нас в России. Никто не в состоянии сейчас оценить силу возникшего эмоционального импульса. И поэтому мой прогноз по доллару будет очень осторожным и с учетом того, что мега-кризис США и ЕС сейчас таки не разобьется. Тем не менее, предполагаю, что если в ближайшее время банковские проблемы продолжат появляться и накапливаться, это дело затянется, а нефть продолжит даже медленное снижение, то рост курсов валют ускорится. Пойдем в сторону 80 по доллару. По моему базовому прогнозу, то есть без кризисного же скача, такое продлится недолго, может даже не произойти. А затем скорректируемся в район 75 плюс-минус 1 рубль. Ну а дальше надо смотреть на тенденции. Пока так. На сегодня это все. Всем здоровья мира и да пребудет с вами всего сложный процент.